ДТП На автодороге Архангельск-Северодвинск произошло ДТП. На трассе столкнулись два отечественных автомобиля. Один из них выехал на встречную полосу. В результате лобового удара машины получили повреждения. Чтобы извлечь пострадавших, понадобилась помощь спасателей. Все участники ДТП были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. И стало известно, что в больнице от полученных травм скончался пятилетний мальчик. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Распоряжением капитана морского порта Архангельск с сегодняшнего дня запрещено хождение в акватории судов, не имеющих ледовых усилений. На переправах 14-й лесозавод, Маймаксанский лесной порт и 22-й лесозавод, 23-й лесозавод перевозки населения осуществляются буксирами. В Архангельске собирают подписи впротив подорожания проезда в автобусе. Электронный документ уже подписали более 500 человек. Петицию доставят в региональное агентство по тарифам и ценам, а также автотранспортникам Архангельска. Инициаторы просят областную власть не повышать тариф до тех пор, пока перевозчики не выполнят условия трехстороннего соглашения между ними, правительством области и городской администрацией. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали автомобиль, в котором находились два молодых человека. При обыске у них обнаружены наркотики. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. В Архангельске отметили 25-летие возрождения Артемиева Веркальского монастыря. На встрече рассказали о возрождении на Пениже и старинной традиции крестного хода, о том, как общение с духовенством обители помогло людям найти ответы на многие жизненные вопросы. Артемий Веркальский монастырь – он дорог сердцу любого православного человека. Меня связывает долголетняя дружба. В самом монастыре я была не раз, за что я благодарю наместника отца Иосифа и все братья. И здесь встречает отец Феодосий, всегда помогает во всех делах. Я очень дорожу этой дружбой. Она многолетняя и она дает мне силы. На суд жюри фестиваля «Берегиня» поступило уже 104 киноработы. Из них 69 профессиональных и 35 любительских фильмов и телепрограмм. Фестиваль пройдет на восьми площадках. Свои работы режиссеры представили практически со всей России. Представлены на кинофестивале и зарубежи, как ближние, так и дальние – Украина, Белоруссия, Узбекистан, Швеция, Финляндия, Норвегия, Испания и даже Иран. В этом году на «Берегине» впервые будут проходить предпремьерные показы игровых фильмов, еще не вышедших в широкий прокат. В Архангельске прошли соревнования по стендовой стрельбе на Кубок главы Поморской столицы. В борьбу за титул лучшего вступили 30 спортсменов из Северодвинска, Новодвинска и областного центра. Участники состязались в олимпийской дисциплине «Скид». Каждый выполнял 75 выстрелов по парным дуплетам и одиночным мишеням на круглом стенде с восьми стрелковых номеров. «Тут в основном начинающие стрелки или охотники, те, которые мало ходят на стрелку, поэтому уровень низковат, конечно. Те, кто занимается здесь постоянно, они стреляют довольно-таки неплохо. Сегодня довольно-таки прохладно для стрелков, светит солнце, оно в принципе прямо на траектории стрельбы. Вот это стрельба, это самые такие факты, которые мешают стрелкам». Кому не помешали ни мороз, ни солнце, кто стал лучшим в категориях профессионалы и любителей и увез с собой заветный кубок? Об этом расскажем в 19 часов 20 минут в программе «Автограф дня» на канале ТВ-Центр. Сегодня в Ульяновске первую игру в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги проведет Архангельский водник. Его соперником станет местная «Волга». На сайте Федерации хоккея с мячом России будет организована техническая онлайн-трансляция. Если пассажирские перевозки, то только с «Авророй». В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. И о погоде сегодня в Архангельске солнечно, но морозно. Температура до 15 градусов со знаком минус. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Одевайтесь теплее. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова